Окей, ну у меня Леня как бы первым стоит, давай тогда три. А с какого места читать? А вот, «Неверху быха», сейчас я сделаю этот самый. Да, я вижу, вот так, так видно? Да, видно. Сейчас, секунду, «Гефен», 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 дальше будет про виноградник объясняться. «Гефен, это, а мвриха?» Да ты все правильно говоришь, я хочу себе, честно говоря, открыть русский перевод, чтобы мне было сразу видно. Очень странная конструкция. Есть такое садоводческое. Там прививают черенки. Как ты его понимаешь? Давай, читай. Давай переведем. Сложно. На что это похоже? На виноградник, который расширяет свои ветки. Я написал, распространяет. Правильно, да. Ну, распространяет. И как бы их высовывает. Ну, это вообще странно. На улице это воткнутые. Но здесь действительно что-то типа того, что разбрасывает их куда-то, да? Да. За пределами себя, чтобы получить источник благословения. Куда? То есть, как бы мошарь такой, а в рамки виноградной лозы, правильно? Его надо посадить в какое-то... Во-первых, это должен быть виноград. Виноград, по-видимому, известен тем, что он эта лоза, она сильно раскидывает свои ветки. Понимаешь? И даже как-то... Я не специалист, но, видимо, разбрасывает до того, что она как бы вообще занимает какое-то вне себя. Ну, может, это размножение черенками. Да, да, да. Вот они уже все объяснили правильно. Я так пыталась у себя размноженно. Да, 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 да. И вот Абрамс, по-видимому, тоже этот мошарь такой, что как этот виноград, который надо посадить в особое место для того, чтобы вот он так разбрасывал для остальных, как бы в пространстве. И Абрам, который будет разбрасывать свое потомство для остальных, тоже должен быть посадлен в специальном месте. Окей? Такой мошарь. В быках теур анавих и скейль это талих авраха. Вот это авраха, это садоводческое что-то такое. Это что-то такое... Да, вот это разбрасывание... Да, я написал, и так описывает Нарал Кейхэск этот живительный процесс. Я понимаю, что это что-то связано с сельским хозяйством. Это вот авраха, это... Можно загуглить, но... Я пытался... Борех, это... Борех, это опустить, понизить, вот как бассейн тоже есть слово, бассейн, брех. Это что-то связано. Я, честно говоря, попытался сколько-то, потом мне надоело. Я прямо напрямую не нашел, но я помню, что... Опустить веточку и прикопать, она корешки отпустит. Это, наверное, как-то связано в том числе с коленом, потому что это как-то вот это вот, понимаешь, соединение туда-сюда. Если детку воткнуть в землю, прикрепить, да, она будет пускать туда корешки. Ну... Ну, Машаль нам понятен, окей? Да, я, честно говоря, просто перевел, посмотрю, как это написано, там перевод такой. И вот эта виноградная лоза преклонила корни свои к нему и ветви свои простерла к нему, чтобы он напалил ее от гряд насаждения своего. Ну, такой, наверное, корявый тоже перевод, но... Ну, как-то да, но... Ну, откройте текст. А, лав – это гефен, гефен – это он, это все гефен. А для тав что такое? Что-что? Для тав. Не знаю. Мамаш не знаю. Может быть, корни, что-то типа этого. Виноградная лоза преклонила корни своих к нему. Ну, оставь, ладно, мы не бежим к нему. Не понял я конструкцию, но неважно. Неважно, да. Ну, это пророчество, это пророческое введение, оно как бы поднимает... Ну, возносит... Да, у Волода Аляэс – это вознесенные в начале, да. Да, вознесенные еще в начале нашего национального пути. Это пророчество о избавлении, о Геуле в конце дней. Да. Да. Ви ие бахарит аймим, да. Ви ие бахарит аймим, да. Ви ие хорь бит ашем. Да. Ви рожь аймим нисса мегвоот, венару алаф кол гоим. Да. Альху амим рабим, воемру. Ху нелеха ал хар ашем, ал бит эллоэй якоб. Ви иерину бедрахав, венелеха бе ахротав. Давай переведу, чтобы не мучиться. Ну, давай. Следите, следите, да. И будет впоследствии дней. Это вая бахарит аймим. Утвердится гора Дома Господнего. Это... Ну, это известное пророчество. Что ты говоришь? Это известное пророчество. Что ж такое? Ну да, это известно. И будет впоследствии дней. Твердится гора Дома Господнего. Как вершина всех гор. И возвысится над холмами. И устремятся к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут. Давайте взойдем на гору Господню. В Дом Бога Якова. Чтобы он научил нас путям своим. И чтобы мы пошли. Мы стезями его. То есть оттуда описывается процесс. Кто к кому идет. Окей? То есть сейчас будет объяснять Рафанас. Что это не миссионерство. А наоборот. С народа приходят. А не евреи берут к ним. Для того, чтобы их в свои сети. Я еще или хочешь передать? Ну, как вы хотите. Вы хотите поменьше или побольше? Хорошо, Аня. Давай читать. Будем без этого. Хорошо, Аня. Отсюда, значит, итак, мы не мы идем к народам. А народы к нам. Правильно. Ну да. На Ближнем Востоке. Не вопрос, как бы, так сказать, почтения. Ну да. Мы же на Ближнем Востоке. У нас везде кавод. Ты понимаешь, кто к кому идет. Окей? Так это вы слышите. Это не вопрос. Ми элех лэми. Кто к кому идет. Ну да. Эле бессура лэгуим хи итхолэль баэм. Но, однако, напротив, это бессура, видимо, известия. Ну да. Народам, да. Которая произойдет в них, получается. Вот тут коренное это в них происходит. То есть вот как эти корни, которые куда-то бросают. А потом идет процесс. То есть евреи что-то такое бросают. А в народах начинается процесс брожения, скажем. Да. В умах. Которая вот дальше без кутэйну. Так. Без кутэйну. Как это? По заслугам нашим, что ли? Ну и за нас, да. И за нас, да. И за нас. Это вот возрождение, пробуждение внутреннее будет не с нашей стороны. Да. Без давления с нашей стороны. Без давления с нашей стороны. Вэм. Бэацмам. Я. Я. В. Они сами придут. И придут. Да. Этим отбивается упрек миссионисты. То есть мы не миссионеры. Мы не идем. А мы что-то такое. Они смотрят на наш процесс. И в них что-то такое начинает происходить. И вот это выражение приводит к тому. Выражение умов. Что в конце, как говорит порог, они идут на гору Господнюю. Вот это как описывает проект подоцесс. Окей. Читаешь дальше? Так. А где? А где? Шеам Исраэль. Йове. 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 Мукет. 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 Мешиха. Леумот. Аулам. Ну, однако. Чтобы народ Израиля стал вот это Хове. Это как был? Чтобы такое быть? Ну, преобразовался бы. Стал бы. Стал бы. Мукет. Центр притяжения для народов мира. Аллаф. На нем. На нем. Аллаф. Барошу Баришуна. В самую первую очередь. Да. Так говорится. Барошу Баришуна. Левнотет. Кохотав. Мибит. 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 Мибайт. 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 Пнима. 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 Хорошо, хорошо. Пнима. Не нападай на тебя. Не, мы так. Только не убегай. Это уже такое. Любят. Любят. Ну, давай. Допустим. Так, надо построить или создать, в общем, создать, создать, как это, его силы, Кохотав. Укрепить свои силы изнутри. А, укрепить свои силы изнутри, наружу, что получается. Мибайт. 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 Это именно он подчеркивает. То есть, получается, такая непростая картина. Изнутри. Нужно сначала изнутри. Начать с себя. Да. Непростая картина. По-простому, если хочешь кого-то убедить, беги к нему. Держи в руке книжку. И начинай ему говорить. Смотри, как у меня все классно. Вот чудеса. Пятый десяток. И тогда он пойдет за тобой. А здесь не такой процесс. По-видимому, с Аврамом был не такой процесс. А процесс такой, что ты углубляешься внутрь. И чем больше ты углубляешься внутрь, и ты сам идентифицируешься, становишься как бы евреем, грубо говоря. А народы мира, они смотрят на тебя. И каким-то образом они тоже, в общем, проникаются в эти процессы. Вот такая идея. Так. Хорошо. Иври. Иври. Ну да. И ставьте вот этим самым иврием. Ну вот иври, как Аврам. Он сейчас будет обыгрывать корень слова иври. Перейти. Шеу мэавар мезе. Мэвер. Мэвер мезе. Викол аулам мэвер мезе. Когда он прошел, перешел оттуда или отсюда. И весь мир тоже перешел. Это, по-моему, это, по-моему, это рашик. Там, где написано иври. Почему? Почему Авраам первый иври? Потому что такой... По-моему, это рашик, но все-таки это больше похоже на дашь. Да, потому что иври в том смысле, что он авар. Грубо говоря, он перешел. Прошел, перешел, да. Да, он перешел. И из этого делается большой вывод о том, что всегда такая ситуация, что иврия не по одну сторону, а весь мир он по другую сторону. И это интересно, что это вот такой драж на слово иври, а именно еврейский. Что еврей в каком-то смысле человек, который где-то перешедший Рубикон в другую сторону. Ну вот это вот интересно, по-моему. Окей. Так, хорошо. Алькен Амифтах... Мафтея. Мафтея. Хорошо. Ле веневрыху бэха, коль меж пехоты адама, науц бэбасурот в ие прыха. Правильно. И поэтому ключ к вот этому благословятся к тебе все народы земли, всунут, воткнут в... Ну я бы сказал, заложен, да. Ну тут действительно... Сообщение в сообщение, и будешь благословен. Ну да. Кде левин браха зу, ле омека, омека, омека. Ле омека. Чтобы понять это вот благословение как бы в глубину. В глубину, да, да. В глубину... Так, вот это шума или сума? Сума. Шума алейну на нас возложен, на нас... Ну да, нам следует, да. Правильно. Шума алейну. Лейтбонен. Бешева абрахот. Шимит барех авраам. Им... Вот это что-то за слово не знаю. Алиято. Алиято арца. Да, правильно. Значит, чтобы понять, нужно вникнуть в эти 7 благословений, которыми благословился Авраам при поднятии... Внимающую землю. Да, да, да. Сейчас Аня прочитает эти вот 7, а потом Леня. Да, Авраам получил 7 вещей. То есть сейчас Ханан Парад, он все сказанное Аврааму до... Ну вот как бы с этим слэх-лэха, он разбивает на кусочки. И каждый из них будет разбирать, что это такое. Окей? Так, значит, первое. Вэйсэха. Вэйсэха. Лэгой гадоль. Я сделаю тебя народом большим, великим. Вэйвэхэха. 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 И благословлю тебя. Правильно. Вэйэгдэла шимха. 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 И возвеличу имя твое. Вэйвэхэха. И будешь благословен. То есть ты будешь источником. Ты будешь источником. Ты будешь источником. Ну хорошо, хорошо. Не, ну вот это вам интересно. Подожди, останься секунду. Мне во всяком случае. Конечно, интересно. Потому что с одной стороны сказано, что я тебя благословлю. Вот это вот это. Вэйвэхэха. А вот вэйэ браха. Это ты будешь фунтанировать. То есть ты сам. Ну это не очевидно. Что что? Это не ясно. Это не очевидно из текста. Ну как бы вэйя. Что такое вэйя. И будешь. Ну и будь браха. Ну откуда она будет не сказана. Вэйя браха. Ну может быть да. Хотя здесь написано вэйрэхэха. То есть явно тебя. А здесь не сказано, что ты будешь брахой. Да. Ну да. Это правильно. Но как бы понимается вэйя браха. И будет благословление. Да. Ну в смысле, что будешь ты благословлен. Окей, я согласен. Да. Слиха. Дальше. Эй. Ну хорошо. Вэйврэха. Вэйврэхэха. 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 Это я, да, правильно. Миколэлэха. 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 Ну вот это Айар. Прокляну проклинающих. Аор. Аор. Ор это тоже синоним. Прокляну проклинающих тебе. Ну арур, да. Да, потому что вот здесь. Да, да, да. Да, правильно. И в Неврыху бхак кольмеш походы Адама. И благословятся в тебе все племена или народы. Все племена земные. Окей. Ну отлично. Все понятно. Правильно? Ну, по-моему, да. Ну, хорошо. Леонид, теперь продолжим. Сейчас буду. Это понятно, что это что-то внутреннее. Они касаются внутреннего национального. Да, 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 да. Да, правильно. А три последующие касаются отношений этой нации со всеми народами земли. Все правильно. Все правильно. Это, конечно, да. 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 Она является как бы ключом, как бы переходным звеном от изнутри наружу. Правильно. Вот это вот В.А.Е. Браха. Я не буду делать это жирным, это как бы абзац. Майан Габер – это такой пульсирующий родник. Ну да, это родник, которым бьет, по-русски, по-моему, он бьет ключом. Бьющий ключ. Да, да, да. Но выражение В.А.Е. Браха имеет глубокое значение, как бьющий родник. Я думаю, что наполнись сам, наполнись сам брахой. Сейчас, одну секунду. Вот Майан Амит Габер, я вижу, что я же перевел не бьющий, потому что по-русски бьющий. Это в смысле, что он бьет ключом, фонтанирует. Правильно? Да. Но смысл, смысл его, что он неиссякаемый. Это означает, что в нем все время есть процесс воспроизведения брахи. Это не одноразовая какая-то, что он дал, а больше нет. А он бьет, почему? Потому что он дал одному, а у него еще осталось. Дал второму, еще на третьего хватило. То есть это какой-то неиссякаемый источник. По-моему, так. Потому что здесь написано «малэбэ ацмэха браха». Наполнись сам, ну как сам по себе. Наполняет сам брахой и паящий все вокруг себя. Да. Машкэ это наполняет, правильно? От себя, машкэ мяалав. Да, мяалав, в курсе. Вот как это виноградная лоза точно. Адабарзу ломдим а, ну, не Акса. Икса. Вот такой персонаж Икса. А, Акса слегка, по-русски Акса. Акса. Акса, но Келев, а он мертв и лавиа. Подожди, почему Келев? Калев, тот самый Калев. Калев? Ну, конечно. Я Калеву помню, вот Аксу не помню. Ну, Аксу я тоже не очень помню. То есть Сефершовтин, да. Девушка, дочка, вот эта дочка. Правильно, молодец. Она говорит папе своему, дочке. А ва ли браха? Эвели, эвели браха. Ки эрцанегев на тати? Вы на тати ли? На татане, дал ты мне, я думаю. На татане, то есть, да. Вы на тата ли гулот маем? Ну, гулот маем, знаешь, гулы, это же круглые, правильно? Дети играют в гулоты. Да, гулы. Гулот маем, это такой, я думаю, маян круглый, из которого бьет вода. Есть такие вещи. Я не уверен. У тебя есть перевод под руками? Есть, да. И сказала она ему, дайте мне благословление, ибо ты дал мне землю сухую, дай же мне и источники вода. А в эли браха, ки эрцанегев на татане. Она ему говорит, ты мне дал сухую землю, вот это вот негев, это сухое, правильно? Может, это южное. Ну, в общем, негев имеет в виду, имеется в виду как эпитет или как негев-дегер? Не знаю, тут написано сухую. Нет, имеет буквально сухую. Я думаю, сухую землю. Я не помню, в связи с чем она там замуж? Да, да, да. То есть она ему говорит... В общем, папа ей дал преданную землю такую, что-то не хватало. Она говорит, что без воды это бесполезно. Она сухая. Воды-то там нет, в общем, как бы все. Да, да. Поэтому дай мне также и эти самые гулот май. Источники войны. Иначе бессмысленно сухая вода с ней нечего, сухая земля с ней нечего делать. Что она объясняет дальше? Майонод, а гулот? Ашофим? Май? Да, шефа. Ашоа. Не терпающий, а шефа, да. Шефа – это много чего-то. Изабилие. Изабилие, правильно. Гэм афоа браха ла мцапэ Экса или Икса. Да. Ки зод ешь ледаат. Майян амедгабэр анагуз бе вье браха ино тнай макдим ле вверху бха. Блин, только не макдим, мукдам. Мукдам, мукдам, да. Сори. Следует понять, что этот родник, переполняемый макдим, он скрыт во фразе на гос, да? Да, правильно. Скрыт во фразе вье браха и это является ранним условием. Предварительным, да. Ле вверху бха. То есть, надо подошаться к тобой. Правильно. Да. То есть, ты должен фонтанировать. Ты должен фонтанировать. То есть, ты должен все время наполняться брахой. Она должна быть неисчепаемой. Для того, чтобы благословлять других. Все? Ваасур литхот это кэц. Ну, литхот это кэц. Это всегда стандартно именно сидеть и ожидать. Когда говорят про... Про Машиеха. Про Машиеха, да. А, не-не-не, подожди. Литхот это кэц. Это не следует торопиться, ожидать, что сотник будет фонтанироваться от себе, да. Литхот это кэц, это говорят про Машиеха. Те, которые говорят Машиеха нау, это называется литхот это кэц. То есть, литхот в том смысле, что как бы приблизить его на это такая идея. Ну да, то есть тебе, сейчас я скажу. То есть, идея такая. Не стоит раньше времени, прежде чем он переполнится через свои берега, не... Ну да, то есть ты не надо бежать и распространять иудаизм, пока сам не допер вообще, пока если тебя не поперло. Я, пардон, я говорю... Ну, примерно так, да. Ну, идея такая, да. Очень интересная мысль. Ты сначала должен сам наполниться, начать фонтанировать, и тогда народы мира, они получат от тебя плоды этого фонтанирования. Хорошая мысля. Ну да, а если ты сам по себе ничего не дошел, и ты, грубо говоря, считаешь, что с помощью только АйТек, это я уже сейчас так говорю, да, с помощью АйТека ты можешь побежать и начать строить Новый Ближний Восток, так это не так. Понимаете, фонтанировать не будешь. И поэтому Новый Ближний Восток не прошел. Я так отключился. Сейчас я вам скажу, как я это перевел эту фразу. Поэтому следует понимать, что неиссякаемый источник, хранящийся вы и будешь ты благословлением, является предварительным условием чего? И благословятся в тебе, то есть наружу, правда? И не следует торопиться и ожидать, что источник будет фонтанировать сам по себе, сам по себе он не будет фонтанировать, без того, чтобы он напомнился изнутри и стал изливаться живительной влагой. Вот такая земледельческая или садоводческая картина замечательная. Ну хорошо, Лен, мы вас приветствуем, мы читаем, но мы подробно объясняем, поэтому даже те, которые не очень читают иврит, вполне могут присутствовать на наших занятиях. Спасибо, спасибо, попробую, спасибо. Ань, читаешь дальше? Ну, теоретически, да. Почему теоретически? Не могу я читать дальше, я уже... Почему, подожди, почему теоретически? Ну, потому что, мне кажется, Леонид мало прочитал, мы же ему даже... А, ну хорошо, да, ну давай, ты благородный. Лень, давай читай дальше. Слышим мы вновь и вновь призыв, да? Ну вот посмотрите, здесь несколько выражений таких интересных слов. Во-первых, мы озеним, да? Вы знаете, что на иврите есть несколько слов, которые обозначают слушать. По-русски, ну не знаю, может быть, сейчас додумаете сами. Ну, мы озеним, да, это разные вещи. Лешмо – это слушать. Но мы знаем, что лешмо – это и понимать. Шма-Исраэль – это не только слушай, Израиль. То есть переводится по-русски, конечно, слушай. Но это еще и внимай, понимай. И вообще, говорят, лешмо – это еще понимать. А вот мне кажется, слово мазеним – это от слова уха. То есть это ушить. Ушить – это звуковой процесс. Вот слушать, мне кажется, я это осторожно говорю, потому что я сейчас придумал. Мне кажется, что вот азана, вообще, по-русски, называется кишаэрбэ азана. То есть ты не выключайся, не закрывай телефон и находись на линии. Вот это по-русски называется азана. Азана – это подслушка тайная, когда человек, я, тайно подслушиваю. Мазеним – это люди, которые по радио слушают, вот слушатели. Это все по-русски, все от слова «слышать». Но вот на иврите есть особое слово, слово «уха», правильно, которое, на мой взгляд, оно не имеет отношения к мозговому интеллектуальному процессу понимания. Оно имеет отношение только к физиологическому процессу превращения звуковых вон в то, что у нас мозг понимает. Окей? Вот он говорит, мазеним ану, шув и шув. Ну, то есть мы вслушиваемся снова. Вслушиваемся, вот есть крик, да, а мы в него вслушиваем. Мы просто открываем уши и слушаем. А вот дальше это такой тоже биту есть. Крият Кивун. Крият Кивун, когда в мегафоне кричат «всем идти направо». Кивун – это направление. То есть я перевел как, ну, просто снова призыв. Призыв – это, куда ехать надо, куда надо слушать. Вот такая идея. Окей? Слухи сюда. Слухи сюда. Слухи сюда. Вот это именно то. Давай дальше. И наше сердце бьется вновь и вновь, ну, да. А, да, бьется. Бьется тоже. Бьется сердце наше от картины. Да. И Авраама, большого, великого человека. Великого человека. Величайшего человека из Великих. Ишгадор Байанакин. Значит, смотрите, обратите внимание, вот слово здесь – «пам». Да? Нифам, да. Да. «Пам». Есть такое слово «нифам». Это слово «рас». Кстати, от этого русское слово «разить». «Разить» от слова «рас». Вот «пам». «Пам» – это «рас». Правильно? Вот. А «лифом» – это действует, но не «разить», по-русски «разить», это «пить», по-видимому. Но вот на иврите, например, «сердце» называется. «Алев» – «поэм». «Поэм» – это «бум», 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 «бум». Вот «сердце» – «беень» – это «поэм». Правильно? Поэтому вот он и говорит «либейну» – «нифам». Но «нифам» – это не фильм. Потому что оно бьется. Но по-русски «бьется», а на иврите есть особое слово, которое называется «поэм». Теперь дальше. Вот тут он говорит «гадоль» и «анаким». Ну, как бы это синонимы. «Гадоль» – это «большой», но либо «великий». Но «анак» – это тоже. Ну, то есть «анак», «анак» – это не просто «гадоль», а это что-то совсем уже. Что я написал? «Гиган». Да, «великий образ Аврааму». Ну хорошо, «великий образ Аврааму». Ну что, который вот такой, да. «Великий среди великих», да. Окей. «Великий образ Авраама, который олицетворяет область еврейских народов». Да, тысячи лет поднятия испусков. Это образ Авраама, который олицетворяет область еврейских народов. И он идет, несмотря на спуски, на подъемные спуски, и он продолжает идти, ну… Вот идти тоже интересно. Вот как мы сейчас говорили про Лишков и Лаозин, тоже идти, тоже есть несколько по-русски… А, по-русски тоже есть, кстати, «шагать». «Шагать». «Шагать», «кума-скуфа» – это высоко подняв голову, скажем так. Да, «кума-скуфа» – это тоже известно. «Кума» – это рост. Хотя «кума» – это еще этаж. Рост – этаж, да. А «скуфа», «заку» – это выпрямлены. В утренних благословлениях, когда читает человек, еврей, типа, утром у него одна из благословлений – это выпрямляющий «согблены». «Зокеф», «куфин». «Куфин». Да, вот «кафуф», «кафуф» – это вот такой «согблены». А «закуф», наоборот, это выпрямлены. Вот «зокеф», «куфин» – это выпрямляющий «согблены». Окей? И там дальше идет, что… Ну, как в первый день. Как в первый день, когда услышал призыв, голос «зовучий Лех-Леха», и как бы его эта походка, да? «Кумато». Ну, «кумато», я думаю. То есть он не «согнулся». «Саха» – это даже у меня есть, я не знаю. «Несаха». Не изменился, я бы сказал. Ну, не очень, знаешь, такой «милосаха». Можно посмотреть, поэтому я не нашел. «Милосох» – это… Что? Не помню, что это такое. Я тоже не знаю, что это такое. Не «согнулся», я посмотрел, не «сгибался». Да? Не «сгибался». Не «сгибаемая». Ну хорошо, Леонид, тут осталось всего две фразы. Тогда уже забивай. Да. Да. «Счастлив ты, Авраам, начинающий с Лехлаха и заканчивающий и богословяться тобой. Да. «Счастлив ты, что с тобой открываем…» Ну, как бы тобой начинается и тобой заканчиваем. «Того же заканчиваем и будет броха». Да. Все начинается и кончается в Аврааме, но сам процесс, он нестандартный, неодинарный. Мы его описали. Он, по-моему, очень интересный. Ну, хорошо. У нас еще есть полчаса типа этого. Давайте начнем тогда следующее. С этим разобрались, правильно? Да. Окей, Сабаба. Сейчас полсекунды. Я найду. Только у меня было было открыто. Я подготовил следующее. Следующее у нас, соответственно, Вайера. Это у меня не PDF, а Word, но вам как бы не важно. Сейчас, полсекунды, секундочка. Вайера, Вайера, вот. Окей. Ну, у нас вот на более-менее современную тему Ишмаэль Мэцахэк. Сейчас, если… Только, Ань, прости, глазами посмотри, а ты подкроешься, чтобы у меня русский был перед глазами. В смысле? Ну, я хочу, чтобы у меня был перевод, чтобы мне было полезно. Чтобы мне… Чтобы я мог… Не, ну, у меня распечатка есть. Я тебя уже распечатала. Не-не, я не для тебя, я для себя. А, ну, тебе ради Бога. Не-не, я, да. Если там что-то такое есть, я думаю, чтобы я мог подсмотреть. Окей. Ну, хорошо, все. Готово? Можем читать? Нет. Ну, уже не я тогда. Не, ну, не ты, да. Нет, нет, я камень. Да, все, сейчас я тебе подсвечу. Где у меня это было? А, вот, все. Да, все, можем начинать? Ну, да. Ну, давай. Ну, все, я. Там мы увидим, что этот, в отличие от Праскова Цхок, это какого-то слова, которое несет сильную нагрузку. Поиздевает. Типа издевает. Да, да, да. И там мы увидим, что оно включает все, включая и кровопролитие. Но это будет дальше. Окей. Ну, да. Увидел Сара, что сын Агария египтянки, которого родила на Аврааму, насмехается. Ну, да, насмехается. Это умер, это умерный Авраам. Гареш. 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 Просто лам это откидываешь и все. Гареш. Гареш, это айма азот. Это ама, ама. Это ама азот, это бена. Ну, да. Прогони, сказал Авраам, прогони рабыню эту и сына ее. Правильно. Гареш. 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 Да. Сара тоже просекла. Да. Не наследует сын рабыни, а ты с сыном моим с Ицхаком. Ооо. Она просекла сразу, а в чем дело идет. Она просекла фишку сходу. Она просекла сразу всю сущность Ишмаэля. Окей. Да. 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 Считаешь? Онэш. А. Оныш. А. Геруш. Геруш. Наверное, да? Как наказание. Онэш а Геруш, да. Наказание. Изгнание. Меловет. Туледота Адам. Мерешит. Туледота Адам. Мерешит. Сэфер Берешит. Правильно. Наказание в виде как бы изгнания сопровождает род человеческий. С начала с книги Берешит. Да. Сейчас будут все изгнания, да. Да. Так, значит, первый человек был изгнан из Ганедена за грехи, свой грех, и Каин с него превратился в скитальца-изгнанника по земле вследствие убийства Эвелембрата. Да, хочу только сказать, Лёнь, не подсказывай, как на Иврите будет качалка? Я молчу, молчу. Блин, это я не знаю. Наверное, как производная от этих... Правильно, на дне да, на дне да. Вот это качаться на дне, на новую ноту. А как будет по-русски человек, который не находит себе места? Перекати поле там. Нет, от Каина, напрямую. Нет, не при Каина или окаянный, но это другое. Нет, подожди, ну а Каина это уже другое, а вот не при Каина. Ты чего как не при Каина? Нет, ну подожди, насколько я помню русский язык, человек, который туда-сюда ходит, говорит, что ты как не при Каина ходишь, ну сядь уже, найди себе место. Это вот от Каина, нет? Нет, я считаю. Ну я тебе точно говорю от Каина? По-моему, это точно нельзя, взяли из переводок. Это гениальный человек переводился. Не может быть, ладно. Ну хорошо, пока. Хорошо. Альдор Афлега. Афлага. Афлага. Неймар. И о поколении России не сказано. Правильно. Вы и под Ифец, и под Ифец, и под Ашем, отам, мешам, аль пнея арц. И Россия, это Всевышний вас отсюда, по лицу земли. Да. Вы афаль ами кнаан, амэй кнаан. Амэй кнаан, да. Амэй кнаан, нирмас, нирмас, да. Афологу, каиня богатарин. Афгаринс. Афгаринс. Ну только Афгаринс просто. Афгаринс. 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 Афгаринс женский, афгаринс, афгаринс мужской родосы. Так. И значит, анафгаринс. Народокнаана намекается в вот этом завете. Походу бесценник���atyip. с рассеченными частями, что их изгонят за грехи из земли. Водор-реви Яшуву-инэ, кило Шалэм-авон Аэморьи от Эне. В общем, до четвертое поколение вернется сюда, ибо не исполнилась еще как бы мера грехов и морейцев до сегодня. Ну да, то есть мы все время здесь видим, что есть наказание за грехи, которое связано с рассеянием. И приводят всякие разные примеры, когда за какие-то грехи кого-то откуда-то выгоняли. Мы видим, что вот это изгнание, это не Шара придумала, это вообще распространенная была методика, скажем. Да? Да, БША, Титмале, Шититмале. Вот это слово, я что-то так и не знал. Что за слово? Я думаю, что ты знаешь, что СААМ это мера веса, и он здесь говорит СААТАМ, но СААТАМ их мера не наполнится, я думаю. В час, в час, Шититмале, в час, когда наполняется вот эта мера, а, мера... Пока не наполнится их мера, да? Пока не наполнится их мера, ЯВО ЗЕРА АВРААМ, ЛЕРЭШИТ ЭТААРАЦ, БИМЕКОМЭМ, КДЕЙХ... БИМКОМАМ, КДЕВРЕЯ КАТУВ, И, значит, И придет покаление потомства Авраама, унаследовать землю, вместо них, как написано, КИАТА... КИАТАЯ ДЕЙХА ГОИМ, ГОРЭШИТ ВЕТИТАЭМ, ТИТАЭМ, ТЕРЕЛЕ УМИМ, ЛЕРТИЖАЛХЭМ, ЭТОИСТИ ИВИНЧАСКАЖУ, ТЫ РУКОЙ СВОЕЙ СГНАЛ НАРОДИ, СГНАЛ НАРОДИ, НАСАДИЛ, И, значит, ЧТО ТАМ, СГНАЛ НАРОДИ РАССЕЯЛЫХ, Ну, ЧТО РАССЕЯЛЫХ, Да, ну, Я ПОСМАРЮЛ, СТО ТАМ. ОК. Так, Ну, что, ПРОДАЮ МИКРОФОН? Ну, ДОЛЕЙ, ЧТО ТЕЧЕТАЮ. Ну, ЛЕНА НАС СЛУШАЕТ, ПРАВИЛЬНО, ПРАВИЛЬНО Я ПОНИМАЮ, ТО ЕСТЬ МЫ ЕЁ НЕ УЩЕМЛЯЕМ ПРАВА. ЛЕНА, ЧИТАЙ. Да, да, КОНЕЧНО, Я НЕ СИТАЮ. СТО ПРОЦЕНТ. А ДЕ? МАСЛУЛЬ. Ну да, известный комментарий Раши к самому первому стеку Тора Окей? Ну давай Переведи, ну подожди Давай переведи Хутин, то есть Ну, линия изгнания Согрешивших Это по мнению Ромбама На Хутин похоже, нет? А? Хутин Хутин на Хутин похоже Ну, там бреха была Да, по мнению Ромбама Центральный Главный урок Ромбана Центральный урок Который мы учим Из рассказа о строении Мира Согласно первому Комментарию Раши Ктори Ну да, а вы помните Всю эту проблематику Правильно, потому что Раши там объясняет Они ее обсасывали А, ну да, совершенно непонятно Почему надо было начинать С того, чего не является Ни описанием заповедей Ни связано с евреями Но вообще как бы вещь Которая к людям Имеет малое отношение Какая нам, грубо говоря, разница Как этот мир был создан Чисто теоретическая вещь И да, Раши, чтобы это отбить И там приводит Очень-очень практическую вещь А в чем она заключается? Вот Коля Дула Как известно Раши начинает свой комментарий Порик с вопроса Почему Тора решил начать С строения мира А не с первого месяца Этот вам Это первая заповедь Которая была дана Израилю Ну да Если Тора Да, если Тора Это учение Правильно? Это учение Это заповеди Первая заповедь Это заповедь Когда сказано Это при выходе из Египта Это самая первая заповедь Окей? Ответ это Мишумках Не, Мишумкох Маасав Мишумкох Маасав Эгид Ламо Латет Ла Нхалат Гоим Поскольку Сила Ну в его власти Сказать Это тоже Силу деяний своих Могущество Дел своих Он показал Показал Явитин Это дать наследие Народов Наследие Народов Народов Если народу мира Скажут Израилю Вы разбойники И вы отобрали землю У всех народов Вот сейчас Как раз и говорят Да Они это скажут Гэмум рим наэм Коль арет Шеркадош Баруху И Вся земля Продлежит Творцу мира Вся земля Продлежит Богу Гу Бара Венатна Ла Шер И Шар Вбей Нав Он Сотворил И дал Тому Кто был Достоин Его Голаза Верцено Натанатанэм Верцено Натланэм Верцено Натананану Свою волю Он дал им Свою волю Передал нам Да То есть Все Вот это Вот это Слово Коах Маасав То есть Все величие Создание Мира Хозяин дома Прежде всего Описывает Какое крутое Было Создание Мира А зачем Нам все Это описать Ну красиво Конечно Он не понимает Зачем Надо было Начинать С первой Запуск А можно Мне Теперь Ребята Что Что А можно Мне Теперь Вот Да Конечно Да Да И поэтому Он говорит Что вот это Вот отсюда Вот это Вот идет Отсюда Правильно Окей Ну хорошо Мы это Закончили От этих взял Этим отдал Окей Хочешь дальше Аня дальше Да Деврей Раши Прости А вы видите Красную точку Или только Я вижу Ага Ну хорошо Тогда имеет Смысл Да Окей Видим Ну Елене Просто проще Так будет Потому что Мы конечно Ей тяжеловато Может быть Помедленнее Ну неважно И людям Записи тоже Смотреть Неважно Спасибо Спасибо Ну хорошо Так Деврей Раши Эли Меори Рим Штейше Лот Кашот Да Эти слова Раши Поднимают Два Сложных Вопроса Да Значит Первый ХМ Эхлит Эхлат Эхлат Ахлатат Ахлатат Либона Ауламим Элеми Нитанен Тинатен 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 Арас Значит Действительно ли Решение Действительно ли Решение Всевышнего Или таково Решение Всевышнего Кому Отдать Землю И не Ахлатат Шрерутит Это решение Это решение Произвольное Правильно Шрерутит Это решение Как бы Произвольное Ну да Кому хочу Там удаю То есть Как бы Видял у одних Отдал другим Ну да Самодурст Это по-русски Называлось По-моему Да Халила Ну да Кому Медхашек Не на моральных Основаниях Медхашек Это вообще Что-то такое Ну вот Мне хочется А хочется Так Хашек Ну хашек Это как бы Желание То есть Он кому Пожелает Желание Но это Даже Типа Такого Самодурства Медхашек Кому Хочу Тому Кому Созволил Да 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 Если Вся Как бы Цель Получается Рассказа О сотворении Мира Ничто иное Как просто Ну сообщить Информацию Микан Баля Байт Тоже тут Хозяин Хозяин в доме Да Это звучит Сейчас слегка Это звучит Немножко Вот так Ты можешь Будет Как бы Не чувствуешь Но люди Которые Здесь Это вот Выражение Микан Баля Байт Это кто Хозяин в доме Так по-русски Тоже говорят Кто вообще Хозяин в доме Да Это такое Символическое Например Лозунг Мота Бен Гвира Который Как бы Правый Да Вот у него Как раз Один из них Он был Что надо Наконец Сказать Кто в доме Хозяин Он говорил Микан Баля Байт Это написало На всех Этих Самых Больших Шлатин Оскаров Либо Аля Байт Поэтому Здесь Это тоже Народное Выражение Понимаешь Да просто Сказать Кто в доме Хозяин Окей Так Дай А я Лейстапек Бэпасук Арешон И Хватило бы Ну Довольствоваться Да Можно было бы Удовольствоваться Первым Пасуком Решит Бекайлу Ким Это Ашамэ Вэтарат То есть Если Это действительно Просто сообщить Нам информацию То Довольна Была бы Вот Первая фраза С этого Вначале Бог Не Будет Землю Ле Ле Га Рих Ле Га Рих Ла Рих Бетоледот Аулам Ве Адам И не Было бы Нужды Продлевать Историю Ну Вот Этого Рассказа О мире И человеке То есть Хватит Сказал бы Сотворил Бог И все Ну да Зачем все Остальное Если хочешь Кто в доме хозяин Скажи Что он все Сотворил Зачем все Эти истории Про Адама Еву И так Дальше Окей Так Адам Мэфуратим 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 Которые Вот это вот Ну как бы Подробно Подробно Объясняется Да Подробно Объясняется В книге Перешит Да Вот это вопрос Ответ Так Ну теперь я могу Передать микрофон Я думаю Ну давай Пожалуйста Вы так благородно Думаю Передаете Хорошо Лень Давайте Киноми Давай В нее Бэквотши Ля Ну кэвэт Эле Ма мик Раббан Ля Баэр Это Раз Ацафун Спрятанный Раз Раз Ацафун Бэдгверэй Раши Ма вир Ле Мэвр 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 Ле Фареш Ле Паршам Амишпати Паршам Амишпати В ко Дварав Амишпатани Амишпатани Слыха Как бы Юридически Да Да То есть Согласно Этому Трудному Вопросу Углубляется Рамбан И Расширяет Этот вопрос За рамками Сугубо Юридического А не Не Слыха Паштани Я думаю Паштани 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 Ты меня уже Смозгил Да Да Слыха Это я ошибся Да Паштани То есть Это простой Да 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 Простой вопрос Он говорит Он говорит Бемас Бемасе Бемасе Едам Беган Эден Как бы Очень неясно Да Все Ну да Переведем Все Начало Торы Вначале Створил Бог И Сипур О Рассказ О Створении Человека Да Пример И да Это Перечисление Это Перечисление Торы Начинается Со слов Вначале Створил Бог И История Всего Сотворенного В ходе Сотворения Первого Человека Адама Сравнивая Его С деянием Рук Всевышнего И И Дальше Беган Эден В Тамском Саду Шу Мифхар Макомод Аневраим Бо Ола Мазе Махон Ла Шифто Шифто Это В смысле Человека Ну Понимаешь Это Такой Читарам И Также Ган Эден Избранное Место Среди Всего Сотворенного Было Предназначен Для Пребывания Адама Там Ну Вот Это Махон Махон Пребывание Правильно Ла Шифто Шифто Это Ла Шеве Тото Поселите Его Там Кого Авраама Ад Гереш Ад Во Во Вот Начинается Рассказ Пока Не Изгнал Его Хато Мишам Нет Ад Шегереш Ото Хато Мишам Пока Не Изгнал Его 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 Грех Оттуда Надо Переставить Его Местами Да Хэт Надо было Поставить До Гереш Чтобы Было Более Понятно Поколение Поколение Потопа За Свой Грех Были Целиком Все Были Изгнал Ну да Этого Тема Гереш Начинается Да Да Но Как будто Гереш Неуместен Ну Он Сади Сади Гереш Бээм Лэвадо Немлат В В Банай В Банай Да У нас Не Банай А Банав Должно Быть По-моему Здесь Ва 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 Ну Ну, но, в смысле, единственный из них один, который немлад, в смысле, уцелел. Да, спас уцелел, да. В Зарам до Рафлага, то есть покорение Вавилонской башни. Да, да, да. Хатам, Гарам, Лавцам, их рассеивание. Их грех привел к тому, что они были рассеяны по странам, да, разбросали. В им кэн рауигу, ка шэр Иосиф агой лхато Теперь общая схема. А? И теперь объясняет общую схему. Да. Шэээбэд мимкумо Если один народ совершил грех, то он будет издан на его место за ним другой. Да, правильно. Вот такая простая схема, да. Окей. Таков божий суд в мире. Да, правильно. Меолам в смысле вообще извечно. Всегда. Да, правильно. Валькэн Иршу Эт Арц Овде Ашэм Зэра Авраама Правильно. И поэтому унаследовались землю рабы служителей Всевышнего потомки Авраама. Правильно. Ову Киньян Ох, аву Любим циво Любим циво Киньян Киньян шкатув Да. Внатад лаэм Арцот Гоим Ваамал Леумим Иршу Меэбэр Вэршу Тохэн Меэбэр Баавур Баавар Баавур Изза Ишру Правильно. Кукав Вэнацру Как-то странно. Вэнацру Я переведу это Тейлим Как написано И дал им земли народов и труд племен унаследовали они чтобы соблюдать законы его и сохранять учения его. Окей? Тейлим Да. Окей. Кломар Саа Гереш Мишам Мордав Вэйшкин Боавадав Изгнал оттуда бунтовщиков и поселил там своих слуг. Ну да Бунтовщиков против него и его очень правильно. Шииду Ки Абадав Инахалу Вэим Ихэту Ну да землю Я думаю Ихалуа Вэим Ихэту Ло О О Чекау Там И Чекау Там А А Правильно А если они согрешат то земля их отторгнет и изрыгнет Правильно Это Гоэй Ашер Эльфен Так как она из отторгла извергла изрыгнула народов которые были там до них Правильно Ну давай еще вот эти две фразы закончились Давай Вэбэкан Ле Ордевре Рамбан Лоа Ахлата Ши 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 Мэви Легерус Адам Ваам Немкому Эле Эле Ки Им Ашофэт Гу Ну Мешпад Ашофэт Элоим Бэрец Меолам Вэль Шемках Не фрошу Сипурэ Алиля Шебесефар Берешит О Патриат Ну Которое Месте И Поэтому Говорит Рамбан Что Не Какая-то Произвольное Непроизвольное Решение Не Не случайное Действие Игнания Таков Закон Всевышнего В мире Нет И не только Мэви Приводит К изгнанию Человека И народу С мест их Да То есть Не просто Перемещение Как это Трансформация Как это называется Когда Одни туда Другие сюда Там сфер Это называется Ну Это непростое Перемещение То есть Человеку со стороны Просто Может показаться Ну Одни туда Другие сюда Их этих Завоевали То завоевали То есть Такой балаган В истории Правильно А роман Нет Если вы посмотрите То все это не так Они Одни Изгоняются За грехи А на их место Приходят другие Окей Такая схема Модель Во всяком случае Элла То есть Непроизвольная А как Элла Мы говорим Сюда Отрицает То что До него То есть Непроизвольная А А что А Такой закон Всевышнего В мире Да Всегда Да В элэшенках И поэтому Я тебе скажу Именно И так И так Служит Понимать Историю В книге Берешит Правильно Я написал Именно с этой цепи В книге Берешит Представлены Всей сюжетной Линией Ну такой Красивый Ну Окей Ну хорошо Закончим На этом Да Хорошо Ну все Замечательно Позанимались С вашей помощью В следующий раз Добьем Сурок Хороших сообщений Великому Великому Даже не огорчение Не знаю как сказать Царь Годоль Большое несчастье Было объемлено Что погибло Еще шесть солдат Пять субботы И один Видимо До этого Не сказали Среди Седьмого числа Окей Сурок То вот Победа